Восмирение суд его взяться. 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 Причащайся, расслуживай Василий, просто не грани от сохранения, освети любящие благолепия Дома Твоего. Ты и тех, Госпославия Божественной, Твоей силой не оставила суповающих, хотя мир мирами Твоему дару и Церковь Твоим священником, воинствуя всем людям Твоим, яковься, предоедникам. ПЕСНЯ Под неоны восставши морям, Иди в горние с учаньем у грады удов, Вниди в дом Захарины, целовай Елисавет, И бысть, як услыша Елисавет, целованье Марину, Взыграйся, младенец, во чревие я, И исполнится Духа Святой Елисавет, И возопи глазом велием рече, Благословена Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, И откуда мне сие, да приди, Мать Господа моего, ко мне, Всего, якобы, из глаз целования Твоего в уши моею, Взыграйся, младенец, радущими во чревие моем, И блаженно веровавший, якобудет совершение глагола на мне Господа, Перече, Мариам, величья душа моя, Господи, Возрадовався Дух мою, Господи, спаси моем, Яко, презрея на смирение рабы свои, И осебу отныне ублажат мя всероди, Яко, сотвори мне величие сильные и святое имя Его, Прибыль же, Мариам, с нею, яко, три месяцы И возвратись в дом свой. Ещё молимся по Богохраниме в стране нашей, В властях и воинствиях, Да тихо, безмолвно жития поживем во всяком благочести и чистоте. Ещё молимся по милости жизни в мире, Здравия, спасения, посещения, Прощения, оставления грехов рабу Божих, Настоятеля, братья, прихожан святого храма сего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Многое лето, многое лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже на многое лето. Отца Сергия благодарю за посещение нашей службы. И вот сегодня праздник Рождества Богородицы, удивительный день, когда исполняется обетование Божие, спасение рода человеческого. Мы должны с вами задуматься еще об одном. И Аким, и Анна, они всю свою жизнь прожили благочестиво. Всегда угождали Богу, никогда не роптали на Него, несмотря на все поношения, которые терпели от людей за свою бездетность. И ведь Господь им мог дать дитя в гораздо более раннем возрасте, в гораздо более молодом. И Пресвятая Дева Мария менее бы святой от этого бы не стала. Она как была бы причистой Девой, так бы ей и осталась. Но Господь совершает чудо именно тогда, когда были готовы к этому не только и Аким, и Анна, но и остальные люди. Чтобы они приняли рождение Пресвятой Богородицы именно как чудо. Явление ребенка в мир, это вообще само по себе чудо. Чудо Божие. Но к этому чуду мы, к сожалению, очень часто привыкаем. И считаем чем-то обыденным. Так же и в те времена, да, люди радовались рождению ребенка. Это было обетование, продолжение твоего рода. Но оно стало уже чем-то обыденным, повседневным. И вот дабы люди, которые были и жили вокруг Иакима и Анны, приняли это действительно как чудо, Господь и дал тем потерпеть всю свою жизнь. И только лишь под конец их земной жизни даровал им чудо Родины. Нам так же стоит задуматься и о том, что мы-то с вами готовы ли к чуду, которое происходит вокруг нас. Достойны ли мы его? Ведь совсем еще недавно, по меркам нашей с вами человеческой жизни, сей храм стоял разрушен. Непригодный для службы вообще был складом. А сегодня мы уже не просто в нем служили, а служили с комфортом, служили в благолепии. Он благоукрашен, расписан, да. Служили в тепле, а достойны ли мы этого? Такого маленького, но тем не менее, чуда. И поэтому мне хочется сегодня поблагодарить всех тех людей, которые потрудились на благоукрашение этого храма. А тем паче еще те, кто потрудится. Ибо трудов здесь еще очень и очень много. И от всей души еще раз хочется всех вас поздравить с праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и передать благословение правящего нашего архиерея, епископа Урюпинского и Нуванинского Елисея. С праздником! Ну, ладно, все, пока. Не, надо же не идти, не собирайся. А, молитвы? Да, дома прочитайте. А, молитвы? Продолжение следует... Продолжение следует...